Многие годы я мечтал побывать на острове Патмос и поговорить о книге Откровения. И вот мы здесь, и вы не останетесь прежними. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Программа Мировое влияние Мы не можем судить мир за его нечестие, но все же среди всего этого мы увидим надежду от Бога благодаря милости, явленной нам в Иисусе Христе и Его пролитой крови. И во время программы вы можете звонить нам по телефону, который видите на экране, или зайти на наш веб-сайт. Расскажите нам, что Бог говорит вам о книге Откровения, или если вам нужна молитва, нужна Божья милость в вашей жизни, вы можете позвонить мне по телефону в Соединенных Штатах. Вы можете посмотреть другие наши программы, можете рассказать о себе и также оставить свою молитвенную нужду. Мы будем молиться, чтобы Бог послужил вашему сердцу. Иисус Судья, но Он также наш милостивый Господин, сидящий одесной Бога, чтобы всевечность являть нам милость Свою. Я нахожусь на острове Патмос, в месте, признанном ЮНЕСКО, местом древнего поклонения в течение многих веков. Иоанн находился где-то здесь, когда он увидел видение, изменившее его жизнь, весь мир и давшее нам последнюю книгу Библии. Сегодня мы рассмотрим книгу Откровения и то, что Иисус открыл Себя как Судья. Мы вернемся через пару мгновений. В США судья клянет совершить правосудие, невзирая на лица и соблюдать равные права для богатых и бедных. ЮНЕСКО — это образовательная научно-культурная организация при ООН. Она была основана в 1945 году, чтобы формировать в умах призыв к миру на Земле. Одним из методов работы ЮНЕСКО является сохранение культурных памятников, которые помогают посетителям лучше понять условия людей и вдохновляют к состраданию. Многие религиозные памятники также являются мировым наследием ЮНЕСКО. Памятники культуры ЮНЕСКО защищены от разрушения и сноса даже во время войны. В настоящее время ЮНЕСКО насчитывает 1052 памятника культуры. Три из них находятся на острове Патнос. Город Коро — это место, где непрерывно проводились религиозные церемонии, начиная со времен ранних христиан. Монастырь святого Иоанна Богослова представляет собой исключительный пример традиционной греческой православной архитектуры. А также пещера Апокалипсиса — место, где святой Иоанн, любимый ученик, написал свою последнюю книгу «Апокалипсис». Всего в одной миле на юго-восток находится скала Каликацу — важный архитектурный памятник. Его также называют «Камень Петра». Это впечатляющее вулканическое ущелье производит особое впечатление. Туннели и ступеньки были вырублены в скале еще во времена Бронзового века. Они вели к храму Афродиты. В VII веке скала обрела новое применение. Ее использовали паломники, которые приходили в пещеру Апокалипсиса и в город Коро. В середине XV века это жилище отшельников стало заброшено. Наша команда находится в этом ущелье. Сегодня в нашей программе мы рассматриваем откровение раскрытия тайны Иисуса Христа. Мы говорим о том, что Иисус открылся апостолу Иоанну как судья. Это отрезвляющее послание, ведь мы увидим, что Иисус в книге Откровения выступает в роли судьи. «Откровение 19.11. И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной и истинной, который праведно судит и воинствует». Апостол Иоанн говорит в Евангелии от Иоанна, «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сын». Деяние 10.42. И Он повелел нам проповедовать людям, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. В этом Откровении, в этом видении, увиденном Иоанном на острове Патмос, Он видел книгу или свиток в руке Отца на престоле Божьем. Затем Он видит льва из колена Иудина, агнца Божьего, закланного от создания мира, берущего этот свиток. Иоанн говорит, что на свитке семь печатей, и агнец Божий начинает открывать эти печати. «Каждая печать является символом того, что произойдет с человечеством в будущем, что ожидает этот мир». Число семь повторится в книге Откровения множество раз. Важно знать, что в Писании это число означает полноту и совершенство. Вы помните, как народ Божий шагал вокруг Иерихона шесть дней по одному разу? «И семь раз в седьмой день». Когда Нейман был исцелен в реке Иордан, он должен был окунуться семь раз. Юбилейный год наступал по истечении семи седмиц. Иисус учил прощать до седмижды семидесяти раз. Это число означает полноту и совершенство. То же значение имеет в книге Откровения и число двенадцать. Глядя на центральную часть Откровения, мы видим три последовательные семерки. Важно понять, что они символизируют. Они могут не быть последовательными хронологически, но это то, как Иоанн увидел будущее человечества. Итак, лев из колена Иудина, агнец Божий, берет цветок и начинает открывать печати одну за другой. Когда была открыта первая печать, то на землю приходит белый конь, завоеватель. После открытия второй печати приходит красный конь, возмутитель спокойствия, побуждающий людей, убивать друг друга. Третья печать — это черный конь, когда на земле происходит мощная инфляция. Четвертая печать высвобождает бледного коня и всадник на нем смерть. Ему дана власть уничтожать четвертую часть населения земли. Когда агнецом Божиим была открыта пятая печать, то Иоанн увидел святых Божиих, убиенных за свое свидетельство об Иисусе Христе. Помните, что Иоанн видел это видение во времена страшных гонений Домициана, когда христиан убивали за веру. Когда была открыта шестая печать, на земле произошло великое землетрясение. Солнце помрачнело, луна стала красной, как кровь, звезды падали с небес на землю. Происходили сильные метеорологические изменения. Люди начали прятаться от Божьего гнева и просили камни упасть на них. На землю идут Божьи исходы, но среди всего происходящего Иоанн видит нечто особенное. Об этом мы читаем в 7 главе, в 9 и 10 стихах. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен, народов и языков, стояло пред престолом и пред агнцем белых одежды, и с пальмовыми ветвями в руках своих». И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу». Это видение судов Божиих снова и снова открывалось пред взором Иоанна. Прямо посреди открытия печати, когда на землю сходят суды Божие, прямо посреди всего этого, Бог всегда приносит послание надежды. Послание надежды посреди судов. И вот, наконец, агнец открывает седьмую печать. Когда была открыта седьмая печать, раздаются звуки семи труб. Начинается вторая семерка. При звуке первой трубы была сожжена треть земли. При звуке второй трубы треть живущих в море погибнет от пылающей горы. При звуке третьей трубы большая звезда, имя которой полынь, упала на землю, и воды высохли или стали горькими. При звуке четвертой трубы затмилась третья часть солнца, луны и звезд. Третья часть каждой ночи стала кромешной тьмой, и третья часть каждого дня стала кромешной тьмой также. При звуке пятой трубы что-то подобное саранче или скорпионам было выпущено на землю, и их укус мучил людей целых пять месяцев. Они умирали мучительной смертью. Когда прозвучала шестая труба, треть людей была умерщвлена ангельским воинством, насчитывающим два миллиона ангелов. И, наконец, когда прозвучала седьмая, заключительная труба, совершается суд над миром, отвергнувшим Бога. Откровение 11 глава, 15 стих гласит, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». После звука седьмой трубы, после открытия семи печатей, был звук семи труб, и при звуке седьмой трубы семь последних казней излились на землю. В некоторых переводах они названы чашами. «Семь чаш гнева». Давайте посмотрим, что они собой представляли. Когда была излита первая чаша, болезненные раны покрыли тела людей по всему миру. Когда излилась вторая чаша, то вода превратилась в кровь, и все живущее в море умерло. Когда пролилась третья чаша, реки и источники превратились в кровь. Когда излилась четвертая чаша гнева, солнце начало жарить людей. Произошло ускоренное глобальное потепление. как излияние Божьего гнева. Когда пролилась пятая чаша, люди были в агонии от ран и боли, но все же они отказались покаяться и обратиться к Богу. Когда была излита шестая чаша, произошла битва Армагеддон. И, наконец, когда излилась седьмая чаша, на земле произошло величайшее землетрясение во всей истории, совершилось. На землю излита вся полнота Божьего суда. Иисус открывается нам не только как агнец Божий, не только как царь и господь. Он также открывается как судья, изливающий Божий гнев на множество мужчин и женщин во всем мире, на тех, кто отказался покаяться. Не стоит забывать, что Иоанн видит это видение в то время, когда христиане переживали ужасные гонения со стороны Рима. Послание книги Откровения ясно говорит, что Божий суд придет на Рим и всю его систему. Суд Божий над этим миром, находящимся вдали от него. Но Божие благословение, Божий мир и Божия вечная надежда приходят к тем, кто познает Иисуса Христа как своего Спасителя. Да, Он судья, но даже посреди этого суда есть надежда. Когда мы знаем Иисуса, пожалуйста, оставайтесь с нами. Я нахожусь на острове Патмос в удивительном ущелье Отшельника посреди гавани. Мы говорим об Откровении Иисуса Христа. Я вернусь через пару мгновений, чтобы закончить это послание о том, что Иисус открылся нам как Судья. Откровение кажется нам странным и необычным, потому что эта книга написана в незнакомом для нас литературном жанре. Это апокалиптический жанр. Этот жанр был очень популярным, начиная с 250 года до нашей эры. И разумеется, в первой главе Иоанн говорит, что это апокалипсис Иисуса Христа. Если посмотреть апокалиптические книги тех времен, то можно в них найти немало сходств, символы, коды, странные характеристики, видения, числа. Мы не слишком с этим знакомы, потому что мы сегодня не читаем такие литературные произведения. Поэтому, когда мы читаем книгу Откровения, у нас нет той основы знаний, и поэтому эти символы кажутся нам странными. Интересно также, что книга Откровения относится к кризисной литературе. Она написана для церквей, проходивших кризис в первом веке. Многие из них в конце первого века испытывали страшное гонение за веру при императоре Домициане. Мне нравится выражение одного библейского исследователя. Он сказал Откровение, утешает страждущих и наносит раны угнетающим. Я думаю, это точно выражает суть этой книги. Если сегодня вы гонимы за свою веру в Иисуса Христа, Бог поддерживает вас. Вы можете утешиться, зная, что Он на троне. Но если вы находитесь в обольщении этого мира, идете на поводу у мира, вам нужно покаяться, нужно вернуться к Богу. Вы должны понять, что все очень серьезно, что Бог все держит в своей руке. И главное послание к книге Откровения состоит в том, что Бог в конце концов побеждает. Мы должны жить ради Его возвращения. Вся наша жизнь должна быть для Христа. Мы должны привести жизнь в порядок и быть готовыми к Его приходу. По большому счету, не столь важно, как вы истолковываете эти символы. Трубы, чаши, светильники. Важно понимать, что Бог направляет эту планету туда, куда Он хочет. Он строит Своё царство. Самое удивительное о книге Откровения мы находим в 22 главе. Настанет день, когда народ Божий будет ходить по улицам Нового Иерусалима. И в 4 стихе говорится, что мы узрим Его лицо, что мы будем находиться в Его присутствии. Для меня это самое потрясающее. Мы находимся на острове Патмос. Перед нами прекрасная гавань этого изумительного острова. Мы говорим об Откровении, которое Иоанн получил на этом острове более 19 веков тому назад. В нем Иисус являет себя как Судья. Мы видим, что Бог будет судить мир за Его нечестие. Вот три мысли, которыми я хотел бы поделиться с вами относительно суда. Во-первых, все предстанут пред Судом. Евреям 9 глава 27 стих гласит, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Вот как это выразил в своей поэзии Генри Лонгфэллоу. «Хоть жернова Господа крутятся медленно, но перемалывают они на мелкие частицы». И хоть он терпелив ко всем, никто не избежит его суда. Он пытался помочь всем понять, что каждый человек предстанет пред Божьим Судом. В 20 главе Откровения с 11 стиха мы видим картину, представшую пред Иоанну на этом острове, картину суда у белого престола. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. «И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Это суд над умершими». Многие богословы верят, что те, кто умер во Христе, не будут участвовать в суде перед белым престолом. Но все же Библия учит нас, что мы все предстанем предсудилищем Христовым, чтобы принять воздаяние за совершенное нами. Даже верующие предстанут пред судом. Они получат награду за свои добрые дела и не получат воздаяние за то, что сделали не так. Поэтому суд ожидает каждого человека на этой планете. Этого просто не избежать. Пол Харви, известный человек на радио, много лет назад поделился историей о молодом юноше по имени Гарри Тэндл. Гарри предстал перед судом в Калифорнии, и ему должны были объявить вердикт. Перед оглашением он попросился в туалет. Конечно же, под охраной. Охрана стояла у двери. Когда Тэндл вошел в туалет, он увидел вентиляцию на потолке и вылез наверх, думая, что сможет выползти на свободу. Он полз и полз, пока проход не обвалился, и он провалился прямо в зал суда. Он оказался лицом к лицу судьей и заслушал приговор. Божьего суда не избежать. Можно убегать, прятаться, предпринимать какие-то попытки, но Божье Слово ясно говорит, что каждый из нас, и мал, и велик, предстанет пред престолом Божиим. Второе, о чем учит нас книга Откровения относительно суда Божьего, что все, не только все, но и все предстанет пред судом. В Евангелии от Матфея, 12 главе, 36 стихе, Иисус говорит, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». За всякое праздное слово. А в книге Екклесиаста, 12 главе, 14 стихе, сказано, «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и суд тайное, хорошо ли оно или худое. Все, что мы сделали, что говорили, и даже все наши мысли будут подвержены суду». Настанет день, когда мы предстанем пред судом и дадим отчет за все, что совершили в своей жизни. Билли Грэм говорил, «Я верю, что беды, обрушившиеся на нас, в какой-то степени являются судом за наши грехи. Если мы не покаемся и не обратимся к Господу, то свободной демократии придет конец». Я вижу, что уже сейчас мы частично видим проявление Божьего суда, как и говорил Билли Грэм в этой цитате. Божий суд уже частично совершается, но в день, о котором Иоанн говорит в книге Откровения, Божий суд придет во всей полноте. И третье, о чем я хотел бы сегодня сказать, это, что наряду с тем, что все и все предстанет пред судом, Божья милость превознесена над судом. Слово Божие в послании Иакова гласит, «Ибо суд без милости не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Бог благ и милость его вовеки». В книге Откровения его милость видна даже посреди судов. Вот что говорится в послании Ефесиным 2 главе с 1 по 5 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью выспасенная. В небесах будет престол милости Божией. Иисус пролил свою кровь, как агнец Божий, поэтому мы все можем обрести милость вместо суда. Да, все и все предстанет пред судом, но мы можем обрести милость посреди суда». Чарльз Финне учился на юриста в штате Нью-Йорк. Он был близок к тому, чтобы подняться на высокий уровень, проходя юридическую практику. Будучи интерном, он сидел в адвокатской конторе и услышал голос Бога. Бог задал ему вопрос. «Финней, чем ты будешь заниматься, когда закончишь столь важный для тебя курс?» Он ответил. «Открою свою контору и стану юристом». Голос спроси. «А что потом?» Финней ответил. «Стану богатым». «А затем что?» «Потом выйду на пенсию». Голос спросил. «А потом что?» Финней ответил. «Умру». Голос спросил. «А что потом?» Финней знал, что Бог намекал на то, что после смерти будет суд. Поэтому сегодня, когда мы изучаем книгу Откровения и то, что Иисус открывает Иоанну здесь, на острове Патмос, мы понимаем, что большую часть этой книги занимает описание Божьих судов, которые Он и зальет на человечество, и что однажды мы все предстанем пред Божьим судом, предсудилищем Христовым. Иисус вовеке будет судей каждого человека, живого и мертвого. Но настоящим благословением книги Откровения является то, что Иисус – агнец, закланный прежде создания мира. И благодаря тому, что Он пролил свою кровь, мы с вами можем обрести милость. Все мы действительно заслуживаем Божий гнев. Наши грехи заслуживают смерти и вечного осуждения. Но за нас вступился Иисус. Он занял наше место и принял в свое тело всю Божью ярость. Когда Финней услышал в тот день фразу «И что потом?», он понял, что грядет суд, он побежал в лес, находящийся неподалеку от его юридической конторы в штате Нью-Йорк. Он провел весь день в молитве, ища Бога и каясь в своих грехах. Чарльз Финней вышел из этого леса одним из величайших молодых евангелистов в истории. История называет служение Чарльза Финнея одним из самых эффективных служений в Америке. Но почему? Потому что он понимал, что будет суд, и что Бог реально милостив. И по его милости мы можем обрести свободу от его судов. Сегодня мы находимся на Патмосе. Мы говорим о том, что Иисус Христос открыл себя как судью, но при этом Он открыл себя как милостивого Господа. Оставайтесь с нами. Всякий путь человека прям в глазах Его, но Господь взвешивает сердца. Книга притчей 21 глава. Мы находимся на острове Патмос, перед нами открывается вид на пещеру. Мы говорим о том, что в книге Откровения Иисус открывается нам как судья. Мы говорим о суде, о том, что каждый человек и все абсолютно предстанет пред судом. Но есть надежда посреди суда, и милость торжествует над судом. Это и есть послание к книге Откровения. Да, Иисус превознесен как Господь, как Царь, как Спаситель и Искупитель. Он Царь во все века. Его ярость будет явлена на планете Земля. Но также Он милостивый, Он агнец Божий, умерший ради нашего спасения. Возможно, во время этой программы Бог коснулся вашего сердца, и вы осознали, что не готовы сейчас предстать пред Божиим судом. Вы говорите, «Если все, что я совершил, будет приведено на суд, то мне точно конец, меня ждет ад». Это ваши ощущения, но Спаситель ждет вас. Его имя Иисус Христос. Он пролил свою кровь, чтобы вам не проходить через этот суд. Помните, что книга Откровения противопоставляет путь мира и путь Агнца. Она показывает, что зло будет осуждено, и что Царство Божие будет иметь вечное искупление. Вы можете обрести это искупление. Если вы хотите узнать, как это сделать, позвоните мне по телефону в Соединенных Штатах, которые вы видите на экране или свяжитесь с нами на сайте. Мы хотим молиться о вас, хотим, чтобы у вас была вечная надежда, и чтобы, когда вы предстанете пред Судьей всего мира, пред Иисусом Христом, вы были омыты Его кровью. Он назвал вас Его Детем, чтобы вы были искуплены. Сегодня мы ведем программу «Мировое влияние с острова Патмос». Мы говорим о том, что Иисус открывал Себя Иоанну, находившемуся на этом острове более 19 веков тому назад. Спасибо, что были с нами сегодня. Я знаю, вы получили благословение от этой программы. Я жду ваших звонков. Я благодарю вас, что вы поддерживаете нас в молитве. С вами был Билли Уилсон, программу «Мировое влияние» с острова Патмос, Греция, возвещая этому миру об Иисусе. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом университета Орел Робертса, известного во всем мире христианского университета в городе Талсе, в штат Аклакома. Узнайте, как получить степень в 65 различных отраслях онлайн или стационарно на сайте, указанном на экране. Вы задаетесь вопросом «Ваше предназначение того стоит или нет?» Но все дело в том, что вы готовы делать для осуществления вашей мечты. Может, у вас пока еще нет мечты, но правда в том, что у вас есть предназначение, и ваша задача его воплотить. И мы поможем вам в этом. Форбс назвал нас одним из лучших колледжей Америки. US News и World Report одним из лучших университетов с ценностями. Princeton Review лучший на Западе. Huffington Post один из самых дружелюбных университетов в стране. Студенты из более чем ста стран считают наш университет домом. Но как это связано с предназначением? Выбор колледжа отразится на всей вашей жизни. Мы взращиваем исполненных духом целостных лидеров для всего мира. Начните строить свое будущее с нами. Мы не строим маленьких планов и вам не советуем. В эти месяцы люди столкнулись с самым большим испытанием в своей жизни. Сейчас мы, как глобальное сообщество, выходим на связь чаще, чем прежде. Мы сотрудничаем друг с другом, чтобы создать пути для будущего. Мы поощряем наших студентов, которые встретили это испытание и не позволили обстоятельствам остановить их на пути. Университет внедрил новые методы обучения и теперь у нас есть онлайн-занятия. Несмотря на эти перемены, наши руководители готовы принять новые условия обучения во время пандемии. Несмотря на неопределенность развития мира, мы убеждены в том, что наш университет выпускает успешных лидеров. Нас не пугают перемены формата преподавания и наша цель осталась прежней. Если вы ищете новый путь для нового дня, то зайдите на наш сайт.